Проект будущего. Между Вашингтоном и Нью-Йорком собираются проложить тоннель для суперскоростного поезда. Благодаря этому из города в город можно будет добраться всего за полчаса. В то, что власти дадут разрешение, не верили до последнего, слишком уж фантастичной выглядела идея. Дмитрий Анопченко узнавал все подробности. Вашингтон и Нью-Йорк. Два главных города на восточном побережье. Вроде бы и расстояние небольшое, практически как между Киевом и Одессой, чуть меньше 400 километров. Но на трассах не протолкнуться. В час пик пробки жуткие. И это при том, что те, кто может себе позволить, добираются поездом или даже самолетом. Поездом ехать больше трех часов, а вот самолетом чуть больше часа. Но не намного лучше это и получается, потому что в аэропорту нужно быть за полтора часа, вот как я сейчас, до аэропорта добраться, из аэропорта добраться. Хотя самолеты отсюда летают как маршрутки. Рейсы практически каждые полчаса в будние дни. Причем у многих американских авиакомпаний. К этому все привыкли, но сейчас появился проект, который, если его реализуют, изменит здесь все правила игры. Основатель Теслы Илон Маск обещает доставить в Нью-Йорк всего за полчаса. Объявил, получил разрешение от властей на строительство туннеля между двумя городами. Идея вроде бы простая. Внутри стальных труб, в вакууме, одна за другой перемещаются капсулы на аэродинамической подушке. Причем лететь поезд будет практически со скоростью пули. Расчетная скорость 1220 километров в час. Там, где, возможно, трубы зароют в землю, но там, где часть маршрута пройдет по поверхности, вдоль автомагистралей, их установят на шестиметровых сваях. Причем над каждым туннелем собираются разместить солнечные батареи. Они выработают столько энергии, чтобы для поездов хватило. Тем, кто привык к стандартному транспорту, все это казалось фантастикой до сегодняшнего дня. Причем не знаю, рекламный трюк это или нет, но авторы проекта уверяют, поездка в трубе выйдет намного дешевле, чем сегодняшний билет на самолет. Пилотные испытания этой системы уже провели, построив тестовый участок в пустыне Невада в пригороде Лас-Вегаса. Говорят, результатами довольны. Дескать, впервые за сотню лет у человечества появляется новый вид транспорта. Хотя хватает и критики. Насколько это безопасно? К примеру, двери можно открыть только на станции. А если капсула с пассажирами вдруг застрянет, что, всю трубу разрезать? Открытый вопрос, как собирать сотни миллиардов, необходимые для строительства? И когда они окупятся? Но идея сейчас заразила всех настолько, что в залах ожидания аэропортов только и разговоров. Опять рейс задерживается. Чего ж мы столько ждем? Плевать на риск. Главное, чтоб за полчаса до Нью-Йорка доставили. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...